Я думаю, что жизнь города и организация этой жизни, и законотворческая, и представительная функция, и контрольная, которые исполняет законодательное собрание, они будут продолжать осуществляться. Но, естественно, что законодательное собрание всегда работает в тесном контакте с губернатором города Севастополь, с правительством, поэтому кадровые изменения, которые есть, наверное, повлияют с точки зрения тех контактов, которые есть, ну, может быть, стратегических каких-то линий, которые будут выстраиваться. Ну, я считаю, это комментировать рано, потому что у нас сегодня только указ президента, который подписан и обнародован о том, что Сергей Иванович слагает свои полномочия в качестве губернатора города Севастополь, но зато переводится полномоченным представителем в Сибирский федеральный округ. Все вы об этом знаете, поэтому, мне кажется, это очень ответственная должность. И по, наверное, объему обязанностей, которые будут теперь возлагаться на Сергея Ивановича, она, наверное, еще, наверное, более трудоемкая, чем вот только, которую он выполнял здесь. Так что, что здесь можно комментировать? А также мы знаем, что у нас будет временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Овсяников Дмитрий Владимирович, который сейчас исполнял, вернее, был заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Вот это суть указа президента, который вам хорошо известно. Единственное, что я могу прокомментировать, это то, как дальше законодательное собрание себя может вести по поводу избрания губернатора. Вот это единственный момент, который действительно в сфере наших полномочий, который я хочу прокомментировать. Мы все понимаем, что если у нас сейчас будет временно исполняющие обязанности губернатора, то рано или поздно наступит момент, когда мы вернемся к вопросу об избрании губернатора. И вам хорошо известно о том, что эта процедура определяется как федеральными законами, так и субъектовыми. Если говорить о федеральных законах, то это 184-й прежде всего, об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Если говорить о нашем субъектовом законе, то это седьмой субъектовый закон, который как раз прямо определяет нормы избрания губернатора города Севастополя. И, конечно, наша конституция, то есть устав города Севастополя, также определяет этот процесс. И я думаю, что все, вот в последнее время мы обсуждали несколько раз на заседании законодательного собрания, это было в марте и в июле 2016 года, вопрос об изменениях устав как раз в этой части, об избрании губернатора. И с нашей точки зрения части депутатов законодательного собрания нам казалось, что более демократично, если у нас будет прописана норма всеобщих выборов. То есть вот мы в Севастополе будем все избиратели избирать губернатора города Севастополя. Но поскольку эти изменения должны были набрать значительное большинство голосов, в нашем случае из 24-16 от избранных депутатов, но такое количество голосов не было набрано, изменения в устав не были внесены. Поэтому и наш закон, 7-й ЗС, и изменения в устав у нас не были никакие внесены, и регламент нашего законодательного собрания четко определяет, как мы поступаем в этом случае. Когда у нас, значит, поописанная процедура определяет, что законодательное собрание избирает губернатора города Севастополя, то в этом случае предусматривается следующее, что президент Российской Федерации предлагает законодательному собранию три кандидатуры. Эти три кандидатуры президент, как правило, определяет по совещанию с парламентскими партиями. Четыре парламентские партии, которые у нас были в Государственной Думе предыдущего состава, сейчас уже они ушли на каникулы, у нас после выбора 18 сентября будет сформирован новый состав Государственной Думы. Но полагаю, что ведущие партии у нас, наверное, сохранятся. Конечно, это единая Россия, это либерально-демократическая партия, коммунистическая партия, и это справедливая Россия. Вот, как правило, значит, парламентские партии, они предлагают свои кандидатуры. Вот президент выбирает из этих кандидатур те, что он посчитает нужным, и три из них выносят на рассмотрение законодательного собрания. Ну, а в данном случае процедура тоже определена и определено законом, и регламентом. Значит, законодательное собрание рассматривает эти кандидатуры. Все представленные президентом имеют право выступить в законодательном собрании. И затем путем голосования, причем голосование, это может быть и три варианта. И открытым, и открытым поименным, и тайным голосованием. И вот после уже процедуры голосования большинством, не в две трети, а просто большинством от избранных депутатов. То есть в нашем случае это 13 человек. Вот одна из кандидатур, если она набирает эти 13 голосов, то она считается избранной. Так что я полагаю, что эта процедура не завтрашнего дня, наверное, пройдет несколько месяцев, прежде мы придем к уже процедуре выборов губернатора. И я надеюсь, что человек, который будет выбран губернатором города Севастополя, совершенно точно будет способствовать развитию нашего города, экономическому, социальному. У нас есть очень много проблем, мы о них знаем. Эти проблемы не те, которые родились вчера или за последние два года. Они как раз своими корнями уходят в последние четверть века. Это отсутствие должного развития Севастополя. Поэтому, кто бы ни был губернатором Севастополя, для него это все равно, наверное, комплекс проблем, которые придется решать. Странно было бы думать, что система может рассыпаться за два дня. Она сложилась, она существует. Ну, есть недостатки в этой системе. Я имею в виду, может быть, не взаимодействие здесь, законодательного собрания правительства, а в целом в деятельности исполнительной власти. Но система есть, и поэтому она будет функционировать. И только тот человек, который назначен исполняющим обязанности, президентом Российской Федерации, будет решать, какие изменения должны быть сейчас вместены в систему исполнительной власти города Севастополя. А законодательное собрание, безусловно, в рамках своих полномочий всегда будет выполнять те функции, которые на него возложены. Более того, вот мы, например, хоть у нас большая часть депутатов ушла на каникулы, но продолжается активная работа над теми законопроектами, которые были внесены в законодательное собрание, вот в конце, допустим, уже нашей весенней сессии. И рабочие группы работают, и мы собираемся, обсуждаем, как эти законопроекты можно, так скажем, подготовить к рассмотрению в первом чтении. Так что работа совершенно точно будет продолжена, и она не должна прерываться, потому что организационные изменения никаким образом не должны, так сказать, деструктивно повлиять на жизнь города.